Говорит Спортруппор! И сегодня мы с вами поговорим про фонари от такого бренда, который называется Moon, или если переводить по-русски, Луна. Погнали! Итак, друзья, начну с того, что вот у меня в руке есть велосипедные фонари от такого американского бренда, который называется Lezyne. И на самом деле, когда называют слово «велофонарь» или «велооптика», именно бренд Lezyne у меня и выскакивает в голове, как один из самых главных представителей в этом жанре. И на самом деле это вовсе не зря, потому что Lezyne использует только высококачественные материалы, здесь лаконичный дизайн, без всякой какой-то там вычурности. Ну то есть это такой законченный, конечный и премиальный продукт. Но на самом деле проблема Lezyne как раз-таки и заключается в его премиальности, потому что стоимость фонарей Lezyne не всегда низкая, особенно если мы говорим про фонари экстра-класса. Поэтому и существует такой бренд под названием Moon, который реально дешевле, чем те же «велофонари» Lezyne или KNOG, но при этом технологии на борту у Moon вполне себе достойные. Да, то есть при этом у Moon материалы и дизайн могут показаться чуточку проще, чем у грандов, но вот комплектация у Moon просто невероятная. Lezyne и KNOG нервно курят сторонки, потому что Moon здесь просто их переплевывает на 6 голов. Но я что-то слишком сильно забежал вперед, поэтому давайте мы с вами начнем наш разговор про бренд Moon и, конечно же, начнем с истории бренда. Итак, гонконгский бренд Moon. И да, его стоит назвать именно гонконгским, потому что он был образован в 1996 году, когда Гонконг еще не был частью Китая, а был, скажем так, подконтрольной территорией Великобритании. Компания имеет два больших завода, которые располагаются в Гонконге, и эти самые заводы производят не только продукцию под брендом Moon, а также и для других заказчиков. Правда, в свой бренд, то есть в свою продукцию компания вкладывает только самые крутые технологии. То есть это, например, аккумулятор от бренда Samsung, а также оптика от бренда Kree. И да, кто не знал, Kree это большой, огромный производитель разного плана светодиодной продукции. То есть они делают оптику для футбольных полей, стадионов, я не знаю, там, для приборных панелей автомобилей, для кучи-кучи всего, что непосредственно мелькает у нас перед глазами ежедневно. Правда, сам бренд Moon появился лишь спустя 9 лет с начала существования фабрики, то есть с 2005 года. А по сути до этого фабрика набивала себе руку с помощью заказов на сторонние компании. Первым продуктом у компании был фонарь, который назывался Knit, который появился в 2006 году. И вот с этого самого момента бренд насыщал свой ассортимент огромным количеством фонарей, вплоть до того, что они начали выпускать супер мощные фонари под названием X-Power, мощностью 2500 люмен. Да, причем этот самый мощный фонарь на тот момент на рынке появился в 2012 году, то есть буквально в другой жизни, 12 лет назад. А вот начиная с 2019 года на бренд стали обращать и европейские покупатели, в том числе и за счет разного рода участия на выставках. Ну вот, например, в 2019 и 2020 годах бренд наградила такая авторская компания под названием Yves, которая награждает лучшие дизайны во всех индустриях в принципе. Да, причем Yves наградили аж парочку фонарей у Moon в качестве лучшего дизайна 2019 и 2020 годов. И да, там есть одна модель, которая называется Кентавр, и она действительно как-то визуально напоминает это самое мифическое существо. Ну то есть прикольно поработали. Ну а что сейчас? Сейчас бренд Moon это по сути производитель разного рода велосипедных аксессуаров, но на самом деле основная концентрация, конечно же, идет на велооптику, несмотря на то, что в ассортименте есть еще и также и насосы и другие аксессы. Да, и при этом основной акцент все равно идет на велосипедной оптике, поэтому мы с вами ее сегодня и разберем, причем на основных моделях, которые завоевали сердца миллионы велосипедистов на Земле. Да, и при этом я вам расскажу про целых две новинки, информацию про которые еще просто нету в интернете, в открытых источниках, поэтому обязательно подписывайтесь на канал за то, что мы стараемся собирать инсайдерскую информацию. Итак, начнем мы с вами с передних фонарей, а именно с модельки, которая называется Nova. И это самый бюджетный фонарь, который существует в ассортименте MON. Световой поток у этого фонаря равен 100 люменам, что по сути является самым таким базовым классическим значением для фитнесового использования. Да, при этом здесь используется один светодиод в пластиковом корпусе, и все это чудо весит примерно 55 грамм, что является очень низким значением. Работает этот самый фонарь на батарейках, и по сути это один из единственных фонарей в ассортименте MON, который работает именно от такого источника питания. Ну то есть подобный фонарь будет актуален для тех, кто либо очень мало катается в городе, либо для велопутешественников. Причем для велопутешественников силы светового потока здесь маловато, а вот как раз таки для тех, кто не постоянно катается в городе, это самое то, чтобы постоянно не заряжать фонарь. При этом протокол защиты от флаги здесь у нас идет IPX4, то есть вы можете легко кататься в какой-нибудь дождик, но в ливень лучше не выбираться. Примерная цена в России на сегодняшний момент достаточно демократичная, составляет около 1400 рублей за штуку, если мы говорим про нескидочные решения, хотя сейчас в некоторых местах можно найти этот фонарь меньше 1000 со скидками. Следующий фонарь у нас с вами называется Meteor, это уже аккумуляторный фонарь, который имеет силу светового потока 400 люмен. При этом это единственный фонарь у бренда, который имеет порт зарядки microUSB, когда все остальные фонари у нас идут на современном формате USB-C. И в модели Meteor, и в модели NOA, которую мы рассматривали только что, комплектация на самом деле очень впечатляет, потому что в комплекте вы сразу получаете жесткий пластиковый фиксатор на руль. И это на самом деле отличительная черта у бренда MOON от всех других конкурентов, причем эта черта будет лишь усиливаться, когда мы с вами будем переходить к более серьезным моделям. Потому что бренды топ-класса типа Lezyne или KNOG практически ничего не вкладывают в комплектацию с точки зрения каких-то аксессоров, то есть максимум, что вы можете получить, это либо хомутик, либо резинки, ну не более того. Стоимость Meteor на сегодняшний момент составляет около 3000 рублей, ну то есть это средняя цена по рынку. Конкуренты имеют примерно такую же цену, но у Moona при этом комплектация чуть-чуть более симпатичная. Теперь мы с вами перейдем к самой популярной, наверное, насыщенной модели у бренда, которая называется Rigel или Rigel. Называйте как хотите, все же в России больше называют эту самую модельку как Rigel или Rigel. Этот фонарь существует аж в пяти комплектациях, в отличие от всех других в ассортименте бренда. И тут существует как и базовая комплектуха, которая имеет мощность светового потока 500 люмен, так и самая топовая комплектация под названием Enduro, которая имеет мощность светового потока 2600 люмен. Да, и у вас сразу возникают вопросы насчет этого сверхмощного фонаря. Как он может выдавать такой световой поток? И да, конечно же, там не два светодиода, как во всех более простых комплектациях у Rigel, а целых шесть светодиодов, причем на самом деле их наличие очень серьезно обосновывается. Потому что в Rigel Enduro есть специальный интеллектуальный режим, и этот режим позволяет задействовать определенное количество светодиодов в зависимости от обстоятельства ситуации. Ну, например, если у вас светлое время суток, то Rigel Enduro вовсе не будет светить, когда вот с моментом темнения на улице у вас фонарь будет иметь все больше и больше освещения. Ну и помимо всего прочего, там есть специальная ситуация, когда задействуются определенные фонари в разных условиях. Ну, то есть, на самом деле, из всех шести светодиодов некоторые светодиоды имеют широкий спектр освещения, а некоторые достаточно узкий. Ну и сами понимаете, когда вы едете в городе, вам не нужен какой-то там супер широкий спектр освещения. Поэтому используется лишь фронтальный световой поток. А вот, например, за городом, где вам важно смотреть, что там с поворотами, что там вообще по бокам происходит, уже используется максимально широкий спектр светового потока. Ну, то есть, это достаточно крутая система. При этом все фонари линейки Ригель имеют алюминиевый корпус, а также вес фонарей составляет от 78 до 315 грамм за самую топовую версию. Влагозащита у нас здесь стоит IPX7, то есть вы можете кататься практически в любых условиях, то есть даже в самый сильный ливень. Ну и на самом деле комплектация у всех фонарей Ригель раскрывается в полной мере, то есть вы в каждом фонаре получаете жесткий фиксатор на руль с системой крепления как будто гармин. Ну и на самом деле это очень круто, потому что вы можете и велокомп вставить, и при этом, если вы не используете велокомп, вставлять фонарь. Ну а помимо всего прочего, в комплекте идет также и переходник под крепление GoPro. То есть, если у вас есть, например, лямка на шлем, которую вы обычно используете для GoPro, то вы можете, например, туда поставить фонарь для того, чтобы вы имели широкий спектр освещения. Ну или вы можете использовать специальные держатели от разных производителей, которые обычно крепятся около выноса, которые имеют сверху крепление для велокомпьютера, а снизу для велосипедного фонаря. Начиная с версии Max, вы уже будете иметь в комплекте выносную кнопку для включения или управления фонарем. Ну то есть, это суперкрутая опция, которая доступна лишь у некоторых брендов. При этом фонари серии Rigel стоят от 4 тысяч до 18 тысяч рублей. Ну то есть, вы сами понимаете, разброс достаточно широкий, и за топовую версию придется отвалить серьезные деньги. Да, но при этом альтернатив вот этому самому топовому фонарю, по сути, на рынке нету. Таких мощных фонарей ни у кого не существует. Теперь мы с вами перейдем к новинкам, которые появятся лишь в 2025 году. И начнем мы с модельки, которая называется Lepus, которая, по сути, является ригелем на минималках. То есть, на самом деле, это все то же самое с точки зрения начинки. То есть, начинка здесь достаточно классная при мощности с того потока от 400 до 600 люмен. Но при этом у нас тут идет пластиковый корпус, но при этом комплектация точно такая же богатая. Посмотрим, сколько будут стоить подобные фонари у нас на полках в России, потому что если подобные фонари будут стоить на 20-30% дешевле, чем те же ригели, то это, я считаю, будут одни из самых главных бестселлеров в 2025 году в велосипедной оптике. Еще одной новинкой являются свежие велофонари, которые называются Titan. И они существуют в двух комплектациях. В самой базовой, а также в версии Max. Это, по сути, кубический компактный велосипедный фонарь, который вместил в очень маленький размер просто кучу светового потока. Ну, то есть, в базовой версии у нас световой поток 900 люмен, когда в старшие 1700 люмен. То есть, для коробочки размером 62 на 50 миллиметров это крайне впечатляющий результат. Причем, в топовой версии Titan Max у нас с вами будет жесткий фиксатор на руль, а также выносная кнопка для манипуляции фонарем. Ну да, жаль, что нету цен на руках, потому что мы бы могли сделать определенные выводы, но это крайне интересный продукт в своем форм-факторе в первую очередь. То есть, это суперкомпактный фонарь с широким функционалом. Теперь мы с вами перейдем к задним фонарям. И стоит начать с модельки, которая называется Pulsar, которая является самой базовой фитнесовой моделью со световым потоком 25 люмен. При этом это достаточно легкий фонарь, который имеет вес 38 грамма, который еще работает от двух мизинчиковых батарей к ААА. Ну то есть, это такой базовый вариант для городского использования. При этом, кстати, с задними фонарями, с точки зрения комплектации, у MUNO вообще все суперинтересно, потому что в комплекте даже к самой базовой модельке идут целых три определенных фиксатора. То есть, вы можете жестко зафиксировать фонарь, как и на подсидельную трубу. Потом вы можете зафиксировать фонарь на рейл и седла, а также есть специальная клипса, которая вам позволяет закрепить этот самый фонарь на сумку. А цена на сегодняшний момент составляет около 1000 рублей, что на самом деле очень впечатляет с точки зрения как комплектации, так и конечного назначения. Теперь у нас идет моделька, которая называется Orion, которая уже является аккумуляторным фонарем со световым потоком 50 люмен и с форматом зарядки Type-C. Фонарь у нас облачен в пластиковый корпус и вес общей конструкции составляет всего лишь навсего 22 грамма, что является одним из самых низких значений на рынке. При этом фонарь имеет еще и жесткий магнитный фиксатор на подсидельную трубу, и это на самом деле круто использовать как раз таки в городской среде. То есть, вы не будете там париться насчет хомутов и так далее, просто раз отсоединили магнитный замочек и пошли себе по делам в случае, если вы припарковали свой велосипед. И несмотря на то, что этот фонарь отдельно не продается, то есть он продается всегда в комплекте, его ориентировочная высчитанная стоимость примерно составляет 1500 рублей. Ну а если в передних фонарях у нас есть определенная линейка флагман, которая называется ригель, то в задних фонарях такая линейка называется Helix. Тут у нас уже целых 5 комплектаций с диапазоном светового потока от 100 до 450 люмен. При всем при этом вес составляет этих фонарей не более 40 грамм. При этом степень защиты от влаги здесь стоит IPX7, то есть вы можете гонять в абсолютно любой ливень. По комплектациям здесь все так же жирно, то есть вы получаете крепление для трех точек фиксации на велосипеде, то есть это еще раз подсидельная труба, рейлы, а также ваш рюкзак или сумка. Но вот фонари с припиской Sense, то есть Sense 300 и Sense 450, еще имеют на борту датчик движения, то есть эти самые фонари работают умно в зависимости от вашего торможения. При этом диапазон цен фонарей Helix от 3 до 7000 рублей, что я считаю для технологичного продукта вполне себе адекватная цена. Ну а раз я не раз говорил про приятные цены, с чем это, собственно говоря, можно сравнить, то есть чему апеллировать? Я думаю, что тут как раз-таки все уместно сравнить с тем же брендом Lezyne, причем тут на самом деле ситуация не совсем однозначная. То есть есть, например, достаточно простые-средние фонари, то есть со световым потоком не более 400 люмен, и тут на самом деле цены как и у Lezyne, так и у Moon примерно одинаковые. Но если мы говорим про фонари с большим световым потоком, то есть это, например, 1000 люмен и более, то тут уже разница начинает быть колоссальной. Ну, например, возьмем фонарь от Lezyne, который называется Light Drive со световым потоком 1000 люмен, и он на сегодняшний момент без скидок стоит около 8000 рублей. А вот фонарь Rigel в комплектации Pro как раз-таки на 1000 люмен будет стоить 5300 рублей, то есть это примерно на 30-40% дешевле, чем тот же Lezyne. Поэтому я бы рекомендовал бренд Moon для тех, кто себе хочет фонарь особенно повышенной мощности, то есть, например, там 700, 1000 и более люмен, я считаю, это будет абсолютно оправданная покупка. При этом я сегодня рассказал далеко не про весь модельный ряд Moon, потому что там есть более широкий спектр фонарей. Поэтому если вы хотите изучить продукцию от этого самого бренда, то я оставлю ссылочку на официального поставщика этого самого бренда в России, а именно компанию Velocity, и на их официальный сайт, который называется Velocityk.ru. А вы обязательно пишите в комментариях, какой следующий бренд стоит разобрать в рубрике про бренды, потому что, как вы видите, я немножко подзабил на велосипедные бренды, а стал именно концентрироваться на брендах по велосипедной аксессуарике, одежде и так далее. Поэтому пишите в комментариях, разберем какой-нибудь новенький и интересный бренд. Друзья, с вами был Спортрупор, и всем пока!